Скажите, почему нужно закрывать сообщество, если оно просто не понравилось кучке пожилых людей? Я не понимаю, почему звёзды решают сейчас всё, почему их позиции становятся единственной правильной, и те, кто имеют другую точку зрения, просто обсмеиваются, затыкаются, и Юлика, например, вообще просто задавили. Он сидел со своей циничной и радостной улыбкой, ну, со своей обычной улыбкой, и пытался им что-то сказать, что-то вразумить, он им даже не хамил, он даже не сказал, «Заткнись, дура!» или «Не перебивай меня!» он говорил, «Не перебивайте меня, пожалуйста!» Он всегда навы с ними, он даже и не орал-то на них, он повысил голос просто потому, что вообще было совершенно его не слышно, они не дали ему ничего даже толком сказать. Светлана Врагова, как раз эта женщина, которая кричала на Юлика, апеллировала к своей старости, к своему возрасту, что Юлик её перебил, Юлик вообще-то там говорил просто свою реплику, она его перебила, почему он должен прекратить речь? «Ты меня не перебивай!» кричит она, она прямо на него наезжает буквально. «Я народная артистка, перед тобой народная артистка РФ, звание это ни о чём совершенно не говорит». Назвали Юлика ещё публицистом и подписчиком МДК, но он, наверное, не слышал, что его окрестили подписчиком МДК, он мог бы сразу же заявить «Я не подписчик, я просто пришёл высказаться, сказать, что юмор этот, он имеет право на жизнь», ну и всё прочее, а сам МДК говно, конечно. Но не дали ему сказать вообще ни слова. Апеллировали к религии, опять же. Постоянно орали, что покаетесь, там вас заберёт сатана, не знаю, кто там заберёт, что с небес на вас смотрят. Ну, да, у каждого свои воззрения религиозные, кто-то может просто сказать «Ты что несёшь? Это религия, это вообще ни о чём совершенно, это то же самое, что будут тебя о единорогах говорить, единорог тебя видит». У нас нет никакого суда религиозного, как там в Израиле есть, по-моему, какое-то религиозное учреждение, что довольно странно для такого умного народа, как евреи. И в исламских странах есть суды шариата, они судят по религии, по религиозным канонам. У нас такого нет, у нас светское государство, нет официальной религии, нет никаких проблем, и орать, что вся проблема решается походом в церковь, это неправильно. Там мужчина какой-то в конце высказывался, я сижу здесь, я всё уже тут, чуть ли не заплакал из-за вас, идите покайтесь, идите в храм, к священнику исповедуйтесь. Ну, это разве вот взрослые люди? Кобзон меня лично расстроил больше всех, потому что он повёл себя не как взрослый человек, а как какой-то, наверное, 15-летний, да, мне самому ещё 15-летний гопник, 15-летний выродок, хулиган какой-то вообще. Я его, ну, немного даже зауважал после его поездок в Донецк, но выступать под пулями это довольно интересная вещь вообще, хотя его, наверное, охраняли, и после этого, да, я его немного зауважал, но как он стал высказываться о блогерах, как он стал сначала рассказывать о морали, христианской говорить, Евангелие изучайте, стыдить людей за то, что они не изучали эту религиозную книгу, а потом желать всем рака, ну, всё, здесь даже уже говорить нечего, это полный... Я тоже ещё не аморальный человек, у меня есть свои принципы, которым я живу, я считаю, что нужно уважать людей, взаимно уважать, естественно, свобода нужна нам всем, без свободы мы никуда, свобода личности, свобода слова, свобода мысли, я всё это поддерживаю активно, и всеобщее равенство. Я не считаю, что кто-то ниже меня по каким-то внешним признакам, по религии, по национальности, по цвету кожи, даже по ориентации, я считаю, что все равны мы, и думаю, что этих принципов вполне достаточно. Нельзя шутить про мёртвых, шутить можно про всё, юмор, он на то и юмор, что обсмеивает всё, что угодно, всю жизнь. Юмор — это то, что нам помогает жить, как и музыка, как и книги, как литература, как фильмы, всё это искусство, оно помогает нам жить и существовать, и окончательно не сойти с ума. Врачи, например, в своей работе постоянно как-то разряжаются, в том числе и с помощью шуток. Я думаю, что нам, мы от жизни врачей далеко не ушли, мы тоже трупы видим. В общем, напоследок советую вам не смотреть телевизор, не быть такими, как эти люди, и всё у вас, скорее всего, будет хорошо. Ну, до скорых встреч, пока! Субтитры создавал DimaTorzok